Дети, которые все находились в нашем отделении, все поступали с жалобой на генетарию различных невыраженностей. Это один из не более типичных симптомов проживания пулочек нашего генетарию, включающихся в их широком награде заболеваний. Микро-генетарию – это патологическая генетарию, не меняющая цвет мочи. И макро-генетарию – это даже между глазами можно увидеть прекрасную образованность мочи. Если рассматривать фактификацию генетарию, то по количеству клеток крови – это микро-генетарию, не внушительных процентов, которые можно обнаружить только по микроскопам. И макро-генетарию – это крово-генетарию, которая видна не враженным взглядом. По локализации – это начальная, криминальная и тотальная. По характеру появления – кратковременная, стойкая и рецидивирующая. По происхождению – почечная и непочечная. По характеру течения – бессимптомная, заболевая синдрома и спротеинуреи. И по причине возникновения – это эзипатическая, с тем самым причиной, эссенциальная, обусловленная, поражение тренированных почек, семейная, с наследственными факторами и вторичная, различная на фоне какого-либо заболевания. Причина генетарию – это могут быть гомерулярные причины, такие как эгалиферпатия, постинфекционный гномерный эффект, синдром Альборда, поединоких плазальных мембран и другие наследственные эффекты. Ринальные причины – это упыли, протачечные кисты, сосудистые причины, метаболические нарушения, семейные заболевания, гетермифроз, травма, уши в почке, экстремальная физическая нагрузка. Экстремальная причина – это камни мочеточников ключевого пузыря, упухлые лоханки мочеточников ключевого пузыря, аденокарцинома, инфекции, лекарственные поражения и травма, такие как аналогия тела, нижних, 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 нижних. Есть краткий алгоритм диагностики гематурии. При возникновенной жалобе клинических симптомов на отключенный семейный анализ, который может включать в себя гематурия, механическую порчную недостаточность, либо тугалкость, подозревается наследственный эффект. При отягощенном наследственном анализе по мочекаменной болезни тоже предполагается наличие мочекаменной болезни. Предшествующие заболевания верхних дыхательных путей, коронгиты, в течение предшествующих двух недель предполагают течение острого после инфекционного ломера унифрита. Жалобы на физические явления предполагают, что это эффект сочной системы. Геморрагическая цепь, доминальный и сусловной синдром, как предположенный диагноз рассматривается в корпусе, геноха, коглопатии и тромбозитоклинические поражения. Боль брошной полости, это может быть как травма, так и мочекаменной болезни. И мы хотим представить вам клинические примеры, где все дети прошли через наши отделения, как я знал ранее, все обращались к нам с жалобами на изменения в анализах мочей в виде перетранстория и различной степени вырженности. Мальчик 8 лет. У него с конца октября после физической навозки были эпизоды макро-генитурии, которые оккупированы с настоятельно в течение 1-2 дней. При появлении этой макро-генитурии впервые к докторам не обращались. По второму эпизоду макро-генитурии еще были трехкратно в течение 1-1,5 месяцев. При ночи с небезболезненной и так шкупировались самостоятельно. Визулических явлений не отмечалось. Первая консультация мифролога была в середине ноября, то есть прошло 2 месяца. Была продолжена госпитализация. От госпитализации родители ребенка отказались. И в связи с логичным эпизодом макро-генитурии госпитализированы только в конце декабря. На момент выступления 231 кг, просто 35 см. Давление в норме, катаральных явлений нет, по органам и системам без каких-то проявлений. Симптом калачевого отрицательный. Моча цветностных волнов. По результатам обследования. Общая нарисовка без патологии. Общая нарисовка на черри, процедурия до скорости поля зрения, бутонурия на 34 км. Суточная потеря белка 1,8 г в сутки. Антистектурализированный отрицательный. Грихия крови, умеренное повышение цирреактивного белка. Выполнено было образование цирреактивного почки ничьего пузыря. И по данным УЗИ почек в области нижнего поля с правой почки определялся объемное образование с неровными несколькими черными контурами, крупные формы, несколько неоднородных их объемности и определялся небольшой кровоток при СДК. Здесь не очень видно, но было выявлено подозрение на объемное образование. В связи с этим ребенок был выполнен на компьютерной фотографии в почке. А с выявлением уже подтвержденного объемного образования. Вот у нас здесь на слайде это красный. В связи с сайтом мы видим, что из правой почки нижнего поля с салонно объемное образование. Заключительный диагноз по объемной почке ребенок был направлен в больницу, где в январе была проведена нейротомия и, как заключение, кальциналу почек третьей стадии с листослабным лимфатическим узором. Следующий клинический пример. Мальчик в течение 4 месяцев. Были жалобы на зуреческие явления, изменения в одной из их мальчика, или ритроциты, ликоциты. На догоспитальном этапе проводилась терапия пануралов в роману без положительного эффекта. Ну и в связи с сохраняющимися жалобами был кастеризирован в наше отделение. На момент поступления также по оборудованной системы без какой-то патологии, единственная жалоба это болезненные мальчиспускания, визуально выраженный мокрис мочи. Общий анализ мочи в 30-30-50 в полях зрения, ликоцитурии до 25 в полях зрения, выраженная бактериория. Вот так, что выполнено первым исследованием этой грузии ночевого пузыря и почек. И в ночевом пузыре были выявлены в просвете конгунтрат гиперкогенных включений, дающих симптомы затронной дорожки, по почве без особенностей. В связи с включением были предположены конкременты ночевого пузыря. По правилам всех детей, подозрение на конкременты выполняется рентгеновское обследование. Пропроводована обзорная рентгенограмма душной полости прямой левой рукавой поверхности. А с выявлением множественных округлых теней высокой интенсивности, собранных кружок и цепочки, расположенных над ирфином углом главного сочинения. Последующий момент регламент был береген хирургами. Это были народные тела, это были магниты ночевого пузыря. Вот внизу слайд, их зарез удалили. Кореньки, ну это совсем невероятно, да? Смотрите, какие вещи. Знаешь, какая боль, когда он туда их засовывал? А может, кайф? А не больно. Ну а потом, это же воспаление. А самое главное, эти магниты, они же сбираются, и проблежь, чтобы вызывать страшные. Тоже не дарает вам папу. Следующий клинический пример. Тоже мальчик, он выступал в шаурме на эпизоды резко возникающие выраженного болезненного мочи спускания и эпизоды макро-думатурия. Из анамнеза в июне 2017 года впервые возникли эпизоды макро-думатурия. Но здесь родители думают, что на фоне переохлаждения проводился ромбируемый брусептиками с положительным эффектом. Повторный эпизод макро-думатурия в декабре 2017 года. Начались тоже амбулаторы брусептиками. Обратились к нам в отделение, но в госпитализации отказались. В последующем, до госпитализации, до марта 2018 года, практически ежемесячно отмечались выраженным физическим явлением. То есть мочи, риски, запах мочи. Опять пробовалась терапия муралом, с фиксимом, но без эффекта сохранялась любовь и изменение в анализах мочи. А вот также у мальчика эпизоды инуреза и нубного недержания мочи и редкие мочи из пустания. И в связи с тем, что опять возникали эпизоды макро-думатурия в марте 2017 года, он специализирован уже к нам в отделение. По результатам обследования, общий анализ крови до сетовой гипотезием, химическом анализе крови, все показатели пределов возрастных норм. В общем анализе мочи, литрациты, то 40-50 фольер в зрении, лекарциты 20-30. А также бактерии урея, посеве мочи и кишечная палочка в 10-7 степени. По узи почек и ночевого пузыря. Есть небольшая пилокалигрикатазия справа и пилокатазия слева. Но самое главное, что весь просвет ночевого пузыря, весь контур фистончатый, и уже предположены дивертикулы и очень много остаточной мочи. Была выполнена лекационная цистография, по которой подтверждены множественные дивертикулы. Вот и ночевый пузырь, он весь состоит из дивертикулов. Вот так вот, что пузырь крайне изложно сократить ребенку. И так как у него имелась такая картинка нацистография, и все это сопровождалось эпизодами эмрезы и дневного неудержания, было выполнено МРТ поясничных крестового отдела, на котором было выявлено извращение души поясничных крестовых пузынков, фиксация стемного мозга на уровне второго кухняшка пузынка, любого крестового кухняшка пузынка и, опять же, дневертикула. Мальчик был переведен в отделение нейрохирургии, ему там была удалена эта липома. Сейчас у него после удаления этой липомы, после того, как убрали фиксацию спинного мозга, функция нечего пузыря постепенно налаживается, он должен накатанно запретить на обследование. Инвалидна, а были внешние признаки системы дисплазии с лимитной тканью? То есть не укладывается ли это ребенок, то есть мы знаем, что бывает дифференцированное, недифференцированное, не укладывается ли это все в какой-то синдром? Знаете, так вот, синдром он укладывался, единственное, что мне его мама показывала, с милочкой, которую мы делали в период новорожденности, дал еще какое-то подозрение на спину пифета, но ее яблоко, которое не было, как посыпают детки новорожденные, но вот именно такое подозрение было, то есть оно было как же возвращение дужек, и вот, видимо... Проломбирование просто было. Да, без разметения. Да, это единственное, это очень гиперативный ребенок, вот он очень гиперативный, но там очень такие вот родители, которые в него вкладывают все, что есть, и там практически ребенок индико, там очень гиперативный ребенок, а вот каких-то таких, по-моему, и... Ну, внутренне недостаточно, потому что все равно обсуждает, как появление бесплодения, а другодные такие особенности. Спасибо большое, Валерина. А, у нас еще есть. Да, у меня получилось. Но хотелось бы, чтобы все-таки это описали, потому что очень уникальные, у нас есть, но каждый из них уникальный случай. Да, это сделано короткие, пусть я не буду, но с регистрацией, и чтобы было на предпятке, случаи в детской нефрологии. Ну, по-моему, это он не вредный случай. Конечно, в середине, это интересно. Ну, в последний клинический случай подросток также к нам поступил с эпизодами макротоматуреи и отеками. Из-за нового заболевания с марта временка появилась эпизиальная сытка на сроках голених, расстыливалась, как проявление физической нагрузки, мальчик боксер занимался спортом. Через 10 дней боли в животе, изменение характерствовало, но все это опять же расстынилось, как заставил улучшение желудочно-кишечного тракта. К середине апреля болевой сыток укупировался и певгаста, и с этого времени родители начали отмечать прибавку массы тела. Но, опять же, никакого обследования не делали, мальчикы должны заниматься спортом, посещать нашу школу. И в начале мая возникли эпизоды макротоматуреи, которые уже послужили поводом лабораторному контролю и выявлением про таблинули до 19 промилле в разуманализе и эльтроцтуреи, то есть все поля зрения, в связи с чем мы там будем госпитализированы. На момент поступления вес 80 в программе обороты почти 190 сантиметров, давление 140 на 80, частота сердечника сокращена 57 в минуту, выраженные плотные отеки боли в листок, отечный слег. Кожные поглобники мосинистые чистые, полотные системы тормотототеков без особенностей, мочат светлыми снегпомоев и сниженный дурец. По результатам обследования, в общем анализе крови, гемоглобин от 100, как выгоден, от 60 до 90, ликоцитоз от 20 до 17 тысяч, сегменты ядерные 70 до 78%, соль в ромб. В общем анализе матча выражены от 1 милия от 13 до 4 промилле, и в проценте с повышенной болезрения. В биохимиях крови от повышения холестерина, снижение общего белка, снижение глина, повышение креативина, повышение ячевины, повышение ячевой кислоты. Суточная потеря долга практически от 20 до 12 грамм в сутки. По данным коколограмм выражено повышение глиотимера. Правда анализа на системную патологию все было отрицательное. По данному транспорту было выявлено уровень салонной жидкости в рюшной полости в лентеральных каналах. По данному сей площадь значительное повышение эхогенности перенхимы, снижение дифференцировки и снижение показателей сосудистого сопротивления. Был матчу выполнена микробиопсия. По гистологическим исследованиям было заключение диффузно-проэнферативный кломерный инфлейт 33% сегментарных веточных полуглугий, внутриканацию обструкция, остриканацию микроз. Также была выполнена электронная микроскопия. Там было описание, что картина в наибольшей степени соответствует постфекционному кломерному инфлейту. И так как у нас не совпадала картина гистологии и электронной микроскопии, а инфлюористенция не была выполнена в связи с неудачным забором биоптата, было выполнено дополнительное социотоптическое исследование, на котором уже подтверждена некая нефопатия, прям как в прошлом генохе. Сохраняется сегментарная клеточная булумия, встающаяся сегментарный глобировский рост. И, соответственно, заключительный диагноз у нас уже звучал, как певиатоксический мифрит, мифротический синдром гендуриарский миост и мифрит на фоне в прошлом генохе. Учительный очень тепло шел по терапии, ему проводилась стартовая терапия преднизолоном, проводилась пульсотерапия сегментарном, проводилась терапия сегментарном, в нашем отделении с 2015 года выполнено более 64 мифротерапии и практически половина детей это дети с гематуреями, потому что после проведения мифротерапии мы уже можем поставить точный диагноз и создать направленную терапию этим детям. Спасибо за внимание.